Здравствуйте, меня зовут Анита. Я учусь на четвертом курсе лингвистики. Я бы хотела поделиться своей духовной историей. Эта история будет о внутреннем становлении и больше, скорее всего, про самоопределение по жизни. Эта история скорее для молодых людей, которые переживают о том, кем они станут в жизни и какова роль Бога в этом всем. Эта история будет состоять из нескольких разных паззлов из моей юности и взрослого возраста. Поэтому следите за историей, чтобы не утерять ни один паззл, потому что это важно. Моя история начинается в 2009 году, мне было 10 лет. Маленькая девочка сидит на полу на коленях, смотрит на небо и плачет. Я сидела на полу на коленях, я спрашивала Бога, почему? Почему ты так со мной поступаешь? Почему ты так? За что ты так со мной? Я не понимала, почему Бог так поступает со мной. Проблема заключалась в том, что с самого раннего возраста у меня были ужасные проблемы с кожей и я с этим очень плохо справлялась морально. Так как я была очень молодая и не умела особо пользоваться косметикой, я покупала просто какую-то невероятно ужасную оранжевую тоналку и у меня прям видно было четкую оранжевую линию между подбородком и лицом. Это выглядело не очень и честно могу сказать, что меня из-за этого дразнили в школе. Да, я была изгоем в школе, определенно точно. И мои вещи часто портили, выбрасывали или выкидывали. На меня это достаточно сильно давило, поэтому я часто ходила с распущенными волосами, просто закрывала все лицо, чтобы никто его не видел. Вот, помимо этого, естественно, естественно, по сценарию, как оно и должно быть, у меня была школьная любовь, куда же без этого. Вот, и, естественно, я всегда была очень влюбчивой персоной, потому что могу найти абсолютно в каждом какую-то красоту или достоинство и достаточно для меня было какое-то время понаблюдать за человеком и найти в нем какие-то достоинства. И вот я уже обнаруживаю себя в моменте, где вечером я сижу пью чай и думаю, интересно, а чем этот человек сейчас занимается? Я думаю, девушки меня поймут. Вот, и так вот, у меня был краш в школе и, конечно же, ему не было дела до меня. Все, как и должно быть. Вот. И, естественно, я все списывала на свою проблемную кожу, естественно, я все списывала на какие-то проблемы, связанные с этим. Также мои родители были на грани развода в этот период жизни, и так как они очень часто ссорились, мне нехило так попадало, потому что каждый раз, когда я пыталась их помирить, попадало именно мне. Вот. Это тоже достаточно сильно на меня давило. И мы возвращаемся к маленькой девочке, которая сидит на коленях и спрашивает у Бога, почему Бог просто не может ее исцелить с такой маленькой проблемой, связанной с кожей. Почему Бог просто не может послать ей исцеления? Я искренне не понимала, почему Бог несправедливо со мной поступает. Но с его стороны была лишь тишина, с его стороны было лишь молчание. И я задавалась вопросом, почему так несправедливо, почему Бог с меня поступает. Мы переходим к следующему пазлу моей жизни. Я поступаю в Зоокский университет. И на лингвистику меня отправили родители, потому что на тот период это было единственное, что мы могли позволить себе по финансам. И именно в Зоокском я начала задумываться о своем предназначении и о том, чем я хочу заниматься, кем мне лучше всего стать и самое главное, что Бог хочет для меня и какова Его воля в моей жизни. Мне всегда нравилось снимать видео и монтировать. И я думала, что, скорее всего, наверное, я стану режиссером и все с этим связано. Может быть, после Зоокского куда-то поступлю. И я так и жила жизни. Жизни? Жизни. Я так и жила. Думаю, что, возможно, стану режиссером в будущем. Но пока я училась в Зоокском, в какой-то момент я столкнулась с еще одними трудностями. Я столкнулась с паническими атаками, с тревожностью, даже депрессией. И это тоже был достаточно непростой период, так как я не знала причин, именно причин этого происходящего. Я начала обращаться к психологам, к психотерапевтам. Не бойтесь, в конце истории я объединю все эти пазлы в одно целое. Это будет что-то просто вау. Я начала ходить к психологам и к психотерапевтам. И, помимо всего прочего, я начала изучать психологию самостоятельно изнутри. Потому что, чтобы вы понимали примерно, через что я проходила, я вставала утром, читала, завтракала, делала образ, макияж, все, что девушки делают по утрам. Одевала обувь. И вот я стою у дверей, и я понимаю, что я просто не могу выйти. Я просто стою у дверей, и я понимаю, что я не могу никуда пойти. Я просто не могу выйти. У меня начиналась просто невероятно сильная паническая атака. Мне становилось очень страшно. Я не понимала, почему, но я просто не могу никуда выйти. Мне было очень страшно. Я начинала трясти. У меня начинались проблемы какие-то с дыханием. В тот момент, пока учителя думали, что, ну, Анита снова прогуливает, я ходила по комнате просто взад-вперед и пыталась просто понять и говорила, Аня, как так? Почему? Почему мы не можем пойти на пару? В чем тогда проблема? В те дни, когда меня не беспокоили панические атаки, я шла вот в эту дорожку, накнилась до Нука, студенты меня поймут, я иду на пару, и я иду, и я вот думаю, ну, Анне, ничего страшного не происходит, чего ты боялась? А вот я иду, и я буквально это думаю, ну, ничего страшного, почему вы так боялись выйти из дома? И из-за этого состояния у меня сложилось так, что меня два раза оставляли на прошлый год, и сейчас учусь даже не на четвертом, а скорее на шестом курсе линейстике Вот, и моя проблема заключалась в том, что я начала сразу же изучать психологию изнутри, потому что, ну, как мы поняли, я девочка целевостремленная, и я очень хотела внутренне как-то доказать, не знаю, своим одноклассникам, кого они обижали все это время, стать какой-то успешной Доказать, так сказать, своим крашем, не знаю, кого они потеряли, и все с этим связано, вот, а тут я пропускаю учебу, и мне это не устраивало Поэтому я начала читать очень много литературы, начала просто слушать миллиард подкастов, миллиард видео, смотреть блогеров, кого-то такого угодно И на тот период жизни у меня выбор встал в моем, так сказать, выборе профессии между психологией и режиссурой Это тоже был достаточно непростой период жизни, потому что я всегда говорила своей маме и родным, что мне только дайте цель, и я к ней буду идти Когда у тебя нет цели, и когда ты не знаешь, куда двигаться, то это достаточно сложно, потому что ты не знаешь, какую часть себя развивать Вот, и в какой-то момент это произошло абсолютно внезапно, абсолютно рандомно Конечно же, я молилась об этом Мне пришел ответ от Бога Я просто сидела, пила чай Писала ежедневник, ну, дневник, о том, как прошел мой день Дорогой дневник Мне пришел ответ от Бога, что если бы Маленькая девочка, которая сидела на коленях Если бы у этой маленькой девочки не было всех тех проблем в прошлом У нее не возникло бы травм в будущем У нее не возникло бы поводов даже обращаться к психологам, к психотерапевтам Потому что, ну, мы все слышали и знаем, что многие наши какие-то проблемы и травмы Они появляются из-за ситуации в детстве И я просто осознала, и Бог мне послал эту мысль, что если бы не мои какие-то детские проблемы Я бы просто не заинтересовалась бы, в принципе, психологией Я бы не начала бы обращаться к психологам И не полюбила бы психологию так, что захотела Захотела стать психологом И когда мне пришло это осознание Это действительно просто перевернуло мой мир Потому что сейчас я бы с радостью вернулась бы в прошлое К этой маленькой девочке Я бы ей объяснила бы, что не бойся Да, сейчас тебе кажется, что Бог молчит Да, сейчас тебе кажется, что мир несправедлив Тебе кажется, почему тебе так сложно мне помочь Это такая маленькая просьба Да, если тебе кажется, что Бог против тебя Он от тебя отвернулся Но это было не так Потому что Бог, он хоть и молчал, но он с мудрым взглядом смотрел на меня И говорил сам себе, что в будущем ты подрастешь И ты поймешь, почему я допустил все это в твоей жизни Почему я молчала в какой-то момент Ты поймешь, что иногда отсутствие ответа – это тоже ответ Ты поймешь, что все это было не зря Потому что я действительно поняла, что многие моменты в нашей жизни происходят не просто так И если Бог молчит, это не значит, что Он от вас отвернулся Это не значит, что вы Ему не нужны Вы Ему нужны, Он вас очень любит Возможно, просто у Него есть свой план Свой особый план для вас И когда-нибудь в какой-то момент вы вернетесь назад Вы вспомните какие-то ситуации в вашей жизни И вы поймете, что Бог очень мудрый И то, что Он вас очень любит Сколько у тебя получится? Ну, минут 10 10? Примерно? Плюс-минус А если чуть-чуть больше? Ну, обычно 10 минут, а потом обычно люди не смотрят А если я иногда буду подглядывать в телефон, это будет нормально? Ну, это нормально, да, конечно Просто вниз, чтобы после упадать Надеюсь, я ничего не забуду То, что хотела рассказать